Под стенами украинского правительства уже несколько дней продолжается тарифный Майдан. Его участники приехали из различных регионов Украины, чтобы обратить внимание действующей власти на то, что тарифы на коммунальные услуги в стране завышены. Каждая палатка на тарифном Майдане является представительством инициативных групп из регионов. Вместе с Одессой, Черновцами и Киевом мы встретили и Крымскую палатку. Журналисты службы новостей «Волна» решили познакомиться с земляками. Однако это оказалось не так просто. Знаете какой-нибудь телеканал? Не знаете? И вот значок вам ничего не говорит? Нет. А вы из Крыма? Нет, я из Киева. Из Киева? А написано Крым. А крымчан можно найти? Да. А найдете, поможете нам? Давайте. Пока мужчина, который, по его словам, является хорошим другом крымчанина, отбыл на поиски товарища, мы познакомились с участниками бессрочного пикета. Большинство из них – члены радикальной партии Олега Лешко, которые еще пару дней назад боролись за мандаты депутатов городских и районных советов на местных выборах. Мы приехали все, майже кандидаты, которые представляют партию Олега Лешко. Так же керевник нашей областной партии так же с нами приехал. Ну, тут у нас так же приехало около 30 людей, ну, те, что были кандидаты в депутаты. И, по нашим подрахункам, тут около 50 палаток, около 5000 людей. Найти того самого крымчанина, ради которого названа целая палатка, нам не удалось. По словам соратников, он куда-то отошел. Однако нам пообещали сообщить, когда он вернется. Мы оставили активистам номер телефона редакции, однако безрезультатно. До самого вечера мифический крымчанин так и не объявился. Зато участники тарифного Майдана точно знают, за что здесь стоит их соратник крымчанин. Крым – это территория Украины. Она оккупированная, но они просто поддерживают турцию политику. Граждан Украины, да. Понижение тарифов где? Понижение тарифов? В Таврии. Там тоже есть тарифы, да. Тарифная политика государственная в отношении газа, в отношении продажи электричества людям. Так они хотят, чтобы сейчас в Крыму тоже упали? Не-не, они граждане Украины, они сюда приехали, но они крымские. При этом участники тарифного Майдана не могут точно сказать, кем же являются их крымские активисты – переселенцами или жителями оккупированного полуострова. Также нам не смогли назвать и количество крымчан, которые принимают участие в акции, что в свою очередь порождает сомнения в их существовании. Так зачем же тогда вообще использовать крымскую вывеску? Вместе с тем участники акции также не смогли предоставить свой проект с экономически обоснованными тарифами, за которые они выступают. Однако обещают оставаться здесь надолго. Продолжение следует...